Спасибо Господи, все хорошо. Спасибо. 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 Дорогой батюшка. Тебя тоже с Великим постом. Я пошел молиться. Давай, батюшка дорогой. Так. Вы служите с отцом Ильей? Нет. Нет. Доброй ночи. Батюшка. Батюшка. У нас сейчас сколько? Четыре человека один. Пятый батюшка. Он практически как бы пока не участвует в эфире. Доброй ночи. О, наконец-таки отец Сергий присоединился. Вот. Батюшка, делай запрос. Ага. Сделал. Пробуем. Батюшка у нас в Беларуси. Один с Крыма. Вот нас двое с Краснодарского края. И один батюшка. Ага. Вот сейчас. Да, да. Отсоединился. А ну поговори что-нибудь. Я всем это расскажу. Ну это самое удивительное. Вот еще интересно надо пробовать так, чтобы мы с тобой одновременно, допустим, когда друга перебиваем там, чтобы вот это вот и накладывалось. Должно работать в принципе нормально. С другой стороны, я когда... Хорошо. Я тебя сейчас хорошо без тебя даже не слышу. Я когда... А ты сейчас через... Вай-фай попробовал. Вай-фай, да. Ну и картинка пока еще у меня не зависла. Пока. Ну вот смотри. Ситуация какая? В общем-то, ситуация в чем? Вот видишь, ты зашел, я к тебе подключился. Лучше все-таки через вай-фай. Сейчас объясню почему. Потому что... А, кстати, я тебя все-таки... Я не слышу сразу, когда я у тебя подключаюсь к эфиру. Наверное, потому что инстаграм уже знает, что я сейчас тебе буду подключаться в гости. Вот. Как бы сразу намекает на это. Значит, смотри. Смотри, пишут. Хорошо, слышишь, синхрон. Я на это... Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Синхронность, да? Синхронность бытия. Так вот, смотрите. Ситуация в чем? Потому что вот, ребята, допустим, твой смартфон, может быть у меня... Потому что Gnusmos, он железный корпус, он горячее, охлаждается быстро. Нормально. Плюс к этому... Восьмиядерный процессор, он как бы успевает и заниматься трансляцией, и обрабатывать сигнал, и в то же время заниматься самой связью, понимаешь? И получается... Это вообще классно. Ты без торможения и картинка, хорошо. Ну, у меня как... Да, просто... А у тебя получается так. У тебя смартфон только занимается лишь программой. Камера, обработка сигнала и все. Программа работает. А уже вопрос связи, трекера, трекинга, навигации, геоданных, и его вообще не касается. Ты меня понял, да? Поэтому в этом отношении как бы ты его разгрузил. Поэтому я бы это тоже заметил. Вот эту вот... Вот эту вот ситуацию. Я думаю, все согласны, да? Если согласны, ставьте лайки. Но по сарам... Васьки, добрый вечер, Дмитрий. Так, тут Евелина что-то у нас... Подожди, Эмир Батюшка. Евелина пишет. Отец Сергий взрывает мне мозг своими речами. Бывает, разная айфона надо. Я, честно говоря, айфон вообще не люблю. Поэтому... Не знаю, не подожди. Я тоже не понимаю. Я... Знаешь, это... Андроид, это радость для нищебродов, наверное. Для таких, как мы с тобой. Вот. Айфон вообще не подожди, как мы пилословно. Так, а ну-ка, больше. И Инка спрашивает. Отец, скажите, пожалуйста, сколько деток в доме детском, который вы ездите? Давайте сразу уточним. Сегодня это уже не детский дом, это реабилитационный центр. Раньше в детском доме находились они, как вот поступили, и это совершеннолетие. А здесь они находятся от трех месяцев до восьми месяцев. Но вот возрастная категория, конечно, расширилась. То есть на моей памяти такого не было. Вот я буквально две недели, как там ребенок появился, которому два года. Ну вот буквально на средине три года стало. То есть такого еще не было на моей практике. Поэтому там деток, по-моему, сейчас 17 детей. Самому старшему лет, наверное, 14, наверное. На самом младшем вот три годика только исполнилось. Вот. Возрастной диапазон. Я хочу собрать гостиницы, передать человек. Будете ехать из Сочи к вам, Санису. Я передам, конечно. Ну, и потом посмотрите, если захотите там. Ну, вы понимаете, в чем проблема. И я раньше спокойно фотографировал, пока вот этот закон не вышел, что детей нельзя там квадратиками только закрывать лица, или письменно разрешение родителей. То есть, поэтому я даже в лицо сейчас их не фотографирую. Это очень проблематично, потому что они очень живые дети. Общительные. Особенно, когда немножко освоятся. Вот. Но, тем не менее, как бы, подарочки. Если вам нужно, как быстро. Бывают такие люди, которым нужно там фото подтверждения, что я себе не в карман положил именно для детей. Там это все довез. У нас многие такие скептики. И, к сожалению, люди. И некоторым надо подтверждать, что это до детей дошло. Вот. Вот. Поэтому, если надо будет, я вам сфотографирую, как ваши подарочки дошли до деток. Пожалуйста, передавайте. Вопросы. 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 Поступай. Давай сейчас. Вопросы. Вопросы. Дело в том, что, смотрите. Вообще-то, я такой. Мне кажется, любой батюшка с ним согласится. Мы, скажем так. Невзирая. Даже не в том, что есть там возможность. Нет там. Айфон. Не айфон. Я скажу так. У меня это из позиции антифонтов. Это все идет. В каком плане? Потому что, когда начинаются вот эти все. Всякие там вот эти вот заморочки там. Потому что, вот у меня там лучше, чем всех там. Вот. Сегодня я ходил с матушкой на планшет. Смотрели. Вот. Приходит. Айпад хочу. Айпад. Раз. Смотришь на все остальное. Все вроде бы нормально. Они подошел. Говорят. Я айпад. А можно только купить сначала надо. Зарегистрировать его. Учетные данные. Тогда ты только его включишь. Куча заморочек. Но человек видно. Я понимаю, что это айфоноводство. Такое на ту же. Это психическое расстройство. Я как психолог говорю. Просто вот. И поэтому. Определенная зависимость есть. Я поэтому. Из принципиальных соображений. Даже если не будет возможность купить айфон. Я все равно. Самый лучший андроид возьму. Потому что я буду солидарен со всеми остальными. Подавляющими большинством пользователей. Вот. В той же самой программной сырье буду находиться. Вот. Но принципиального делать не буду. Потому что. Подтверждая таким образом. Что. Человек который не работает. Он берет функционал. А все остальное панк. Это психическое расстройство. Поэтому. Да. Убережет вас Господь. Особенно. Великий пост. И психический расстройство. Вот в этом отношении. На айфоны мы не садимся. И у нас даже в нашем проекте. Я отцу Константину говорил. Специально настоял. Пожалуйста. Вот. Где-то там. В каком-то проекте. Допустим. Тот же пачок онлайн. Они там айфон нарисовали. А мы давай с принципиальным. И андроид нарисовали. Чтобы уже явно был. Модель телефона отличался. Вот. Это самое. Мы. Батарейка у меня тоже. Вытаскивается. Дмитрий. Не понял. Я не успел прочитать. Батарейка не вытаскивается. У меня. На Самсунге. Он у меня военный вариант. Он у меня литой железный корпус. Тоже прекрасно все держит. И вообще. Ни кем. Ни образом. Я с вами. Андроид. Дищепрон. Инга. То же самое. Я заслуждаю. В общем. Это такое небольшое разбавление. В таком же стиле. Мы будем проводить эфиры. То есть. Я увидел. Какой-то комментарий. Ставил. Когда я увлекся. Комментариями. Увлекся. Вопросами. Сразу. Мне здесь Константин. Мне сказали. Так. Вадька. Все. Почему? Ага. Давай я Евелине отвечу. Вот этот вопрос. А. Все-таки побольше по нашей теме. Затыл. А кого можно брать в крестные. Детям. А. Ну. Евелиночка. Тут. Сейчас я вот тут. Еще научусь. Как убирать. Как убирать. Вопросы. А. Их как-то отбирать можно еще? Да. Все. Их прокручивать вверх-вниз можно. А. Лайки. Фонтан. Фонтан. Да. Вижу сразу. Да. А чтобы они как бы пропали. Просто ничего не трогаешь. Они тогда растворяются обратно в обычный режим. В крестные. В крестные. В кого в крестные можем брать. То есть мы можем брать и близких кого-то. Там в том числе брат или сестру. В отрастной категории. Естественно нужно брать совершеннолетнего человека. Который уже и психологически и духовно сформировался. А ключевое слово тут духовно сформировался. Почему? Потому что иногда говорят я вот хочу сестру там взять. Она уже допустим совершеннолетняя. Но это не показатель что она совершеннолетняя. Она же должна быть духовно подкована. Она должна знать основы своей веры. Чтобы не просто для галочки постояла. И потом когда не подарочка. Чтобы она за ребеночка этого молилась. И как минимум. А как максимум она научила. Это первое. Это чего нельзя. Как кого чаще всего. Тут проще кого нельзя брать. Это чтобы в одной семье были. То есть муж и жена. Вообще традиция крестных. Она разноплановая. Допустим у грузин я сколько. Я потом добавлю батя. Если можно. Конечно конечно. Вот. Насколько я слушал грузин там до 12-13. Можно крестные брать. Сорок пар вы не хотели на западную Украину. Сорок пар вы не хотели на западную Украину. Сорок пар вы не хотели. С этим крещением. Вот. Поэтому. Относительно. Да. Относительно крестных. Тут разная есть практика. Но самое главное. Чтобы это не для галочки были. А все таки они духовно молились. И духовно воспитывали вашего ребенка. То есть вы выбираете того человека. Который будет заботиться. Ну и есть еще какой-то такой в кавычках. Полу юридический. Он больше совестный такой закон. Чем юридический. Что если вдруг что-то с родным родителем происходит. То никакого детского дома. А время. И финансово в том числе. Содержание. Ребенка берет на себя крестный родитель. То есть вот такая. Должна у вас быть любовь и самопонимание. Между друг другом. Слушай. Я даже не думал. Что у нас сегодня и прям. Реальный такой. Спонтанный эфир. На эти темы. Слушайте. Он. Да. В постоянном движении. Мне просто как. Просто я штатив оставил в машине. Поэтому я не собирался в эфир выходить. Завтра думал. Возьму на всякий случай. Там мероприятие будет. Поэтому я в руке держу. Вот. А мне просто как. Когда я не говорю не о чем. Мне как бы. Мне начинается. Мне надо куда-то девать движение. Так вот смотрите. Что касается. Крестных. Еще дополнительный момент. Момент такой. Как ты. Послушаешь. Вот. Некоторые. Вот. Рассказывают. Вот эти все моменты. Что надо вот это. Вот это. Ограничение. Какое-то там на себя ответственность берут. И крестные думают. А какой же плюс в этом. Вот я вам рассказываю. Огромный плюс. Который может быть. Вам особо не говорили. Крестные. Это те люди. Которые имеют возможность опродаться перед Господом. Потом. С помощью своего крестника. Пусть вы были плохие. Там не знаю. Страшную вещь скажу. Меня сейчас спецслужбы забанят. Плохие налогоплательщики. И еще более страшную вещь скажу. В кому выбрал президента. Пусть и плохие избиратели. Плохие соседи. Знаете. Господа в принципе. Думаю. Это вообще не интересует. А вот какие вы были крестные. Какие были родители. Вот это важно. Если благодаря вам. Вашим усилиям. Этот ребенок. Стать хорошим христианином. Это будет огромный плюс вам. В виде ваших стараний. Может быть. Господь что-то вам. Какие-то грехи. Может быть. Простит. Еще дополнительно. Но самое главное. Еще момент. Институт грестных. Очень важный. В том плане. Сядь. Ты уже. Ты ходишь. Ходишь. Я просто. Свет. Понимаешь. Падает. Сейчас я его выклажу. Здесь на сторону лампу. Да. У тебя за головой светится. Вот. Так вот смотрите. Что касается крестных. Еще один момент. С точки зрения. В казахстан психологии. Так называемый. Сензитивный период. Развития психики. Когда происходит. Когда входит он. В так называемый. Период. Переходного возраста. Для этого. Должны быть старшие авторитеты. То есть. Это должны быть не родители. Потому что они. По определению. Просто предки. Динозавры. Шнуруки в стакане. Там и так далее. Это вообще не интересно. Они для него не авторитет. Должен быть старший авторитет. Не папа с мамой. Но в то же время. И не чужие дяди с тетей. Для этого опять же. Существуют крестные. Которые. Участвуют в жизни ребенка. Которые помогают ему. В трудный период. Самоопределения. И идентификации. И идентичности. Вот. С точки зрения психологии. Это тоже. Очень важный момент. Такой. И вам огромный плюс. Конечно. Что вы. Берете на себя. Эту нагрузку. Потому что родители. Они рядом с ребенком находятся. Они со стороны не видят ничего. Глаз замыливается. Что называется. А крестные. Им виднее. Они со стороны видят. И вот. Крестные. Самая главная задача крестных. Не просто игрушку подарить. А взять ребенка. За игрушку. Отвезти в храм. К причастию. Подготовить. И так далее. И так далее. Вот такой вот нюанс. Вот это обычно об этом. Я кстати. Смотрю книжку читаю. Что такое быть крестным. Вообще об этом. Ничего не сказано абсолютно. Это чисто моя авторская версия. Скажем так. Вот. Вот. С точки зрения. Возрастной психологии. Еще дополнительно. Вот. Я. Я. Допомню немножко. Отца Сергия. Он все правильно. В принципе. Говорит. Почему. Нельзя брать. Мужа и жену. Крестные. Почти. Потому что они становятся духовными родственниками. И. Это. Может. Жена. Брать. И. Да. 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 И происходит каноническое препятствие, то есть их нельзя венчать, мужа и жну уже нельзя венчать, потому что они духовные родственники. Это вот как брат с сестрой, они могут быть по разным причинам и биологическим, и родственным, скажем так, в одной семье. Хотя у нас грех настолько быстро развивается, сначала на полотношения разрешили сейчас в некоторых странах рассматривать закон о инцесте, о законе, то есть, к сожалению, лукаво не дреблят. Но в нашем вопросе тут, почему мужу и жену нельзя, это каноническое препятствие для венчания. Минимум, один крестный должен быть минимум, это под половой принадлежности ребенка. Если это девочка, то крестная, если мальчик, то крестный. Но это как бы не фундаментальный момент. Нет, это важный момент. Почему? Потому что, например, есть такая замечательная народная традиция, что когда, допустим, девушка, ее берут крестом. Она первый раз берет крестом, она из крестного мальчика. Сейчас объясню, почему это. Это не принципиально, но здесь есть один свой плюс. В том плане, что когда крестят в паре кого-то, ребенка, соответственно, приоритетный крестный, понятно, что есть пара, но в любом случае есть, допустим, два пилота в кабине самолета, но кто-то из них КВС, кто-то второй пилот всегда. Два КВСа не бывает, да, или два вторых пилота. То же самое здесь. Есть и два креста, есть приоритет, и есть старостепенный крест. Соответственно, приоритетный крестный, это тот, который является близким к ребенку по полу ребенка. Ну, чтобы было понятно, если, допустим, приоритетный крестный, почему, а крестный второй, допустим, если это мальчик, да, мальчик, у него крестный папа, соответственно. А крестная, первый раз становясь крестной, она уже приоритетный крестный выполняет главную функцию, она второстепенна, она помогает, но это как бы для нее опыт. То есть это как бы первоначальная стадия. Поэтому это как бы желательно, но не обязательно, да, чтобы был другого пола ребенок. Вот, но ситуация какая, когда крестный становится таким образом, он берет на себя эту функцию, вот, почему он приоритетный? Потому что, когда он вырастает, этот ребенок, мальчик, например, да, ему там надо, вот, ну, то есть, он, например, вот, с папой у него конфликт, да, вот, он не хочет с папой на рыбалку ехать. Крестный говорит, а поехали со мной, да, например, да. Если девочка вырастает, она стесняется маму свою, чтобы посекретничать, она с кем-то посекретничает, но не с мамой, не с чужой тетей. Опять же, крестная существует. С крестом она не поговорит о своих, о женских проблемах. В этом отношении приоритет идет именно вот в плане по полу ребенка. Поэтому крестный есть приоритетный, есть второстепенный, вспомогательный. Вот в таком плане. Здесь как бы есть, в этом отношении разница. И, кстати, почему еще один момент, это, кстати, не только в русской церкви, в других церквях нормально, если муж и жена крестный, брат и сестра, там, как бы, не сильно на это обращать внимание. Но здесь приоритет в чем, в том, что крестный желает быть две разные семьи по отношению к ребенку, а не две абсолютно разные семьи по двум сторонам, две галактики разные. Но они имеют соотношение, соединяются в рамках, именно, вот я, видите, надо чуть-чуть дальше смартфон ставить, чтобы меня, стекуляции мне показывать. Потому что они соединяются вместе в рамках своего крестника, опять же. Крестник, то есть, чем больше, чем больше разность потенциалов, тем больше вот эта вот сеть кресток, которая влияет на этого ребенка. Соответственно, вот бывает так, что вот одна пара основная, за ним еще пар 20 стоят. Вот эти люди, вот я знаю, вот мой дядь Косунов на Волыне, на Западу Украине, там 40 человек, представляете, все село, все кумовья. Вот, так вот, представляете, что получается, они пару основную берут крестными к себе, вот, эту пару, они сами зовут, которых они свидетельство вписывают. А остальные, это второстепенные креста, то, что Фейсбук называет Watcher of Friends, да? Вот, значит, соответственно, эти второстепенные креста, их никто не звал, они сами попросились. Но они сами попросились, они знают, что один раз в год по участию жизни этого ребенка поучаствуют, будет хорошо. Так, скажите, пожалуйста, поток моего подкаста хорошо распаковывается в эфире или нет? Вот, потому что мне в одноклассниках пишут там, да тебе невозможно слушать тысячу слов в минуту. Я говорю, ну да, это вы утрируете, конечно, но сизо комплимаум. Вот, в таком плане. Так что, это нормально, хорошо. Это самое, я знаю, чего-чего-чего хотел бы сказать, потому что я с этим сталкиваюсь, ай-пишут, я, наверное, тебе, думаю, писали вопрос такой относительно крестин. Можно ли перекрестить ребенка, чтобы взять других крестных родителей? А, ну да, давай, рассказывай, дополню. Нет, у меня был, это частый вопрос, естественно, перекрещивать не нужно. На Пашу мы крестим один раз жизни, так же, как и физический раз жизни рождаемся. Вот, крестных можно, как бы, скажем, если кто-то вызвался быть крестным, не крестным, а духовным таким, скажем так, родителем. Если он на самом деле не поцерковленный человек и готов на себя время взять такой духовный заработник, а тут проблемы нету. Но вот второй раз крестить, а еще иногда говорят, а можно сразу и другое имя дать при крещении. Но это уже лукавство, кого вы обмануть хотите, а тут другое дело. А что русские не придумывают, если водорог не делают? Что нас народ не придумывает, но лишь во храм не ходить? Типа имя, на которые порчу не наведут, да? Вот в таком плане. Поэтому, естественно, перекрещивать не нужно, это лукавство. Да, вы, в принципе, можете пойти в любой храм и сказать, что у него вообще не крещено, но кого обмануть, и батюшку, или бога. Пред богом это уже мера селицемерия, а перед священником, но выполняет свой пастырский долг, покрестит, скажем так, по незнанию, с него какой спрос. А с вас уже не факт, что хуже не станет, потому что вы обманываете, и грех на душу берет. Поэтому, да, дополниваю. Да, знаешь, смотри, а, кстати, ты в наушниках сейчас говоришь, через гарнитуру, да? Да, да, вот через вот эту. А, я понял. И я напрямую, поэтому, ну, в принципе, разницы нет, как вы поняли. Думаю, в этот вопрос. Значит, смотрите, что касается вопроса вот этого вот, дополнить крестами и так далее. Вот, кстати, я сейчас, ну, вот это сейчас, вопрос, который висит, я сейчас к нему вернусь. Вот, я его уже вижу. Ну, что касается, например, вот этого обряда, ну, действительно, я хочу вам напомнить такую замечательную присказку народную. Говорят так, не та мать, которая родила, которая воспитала. Я считаю, что если вы хотите действительно вот тут креста, ну, который реально присутствует под печенье, это, конечно, его трудность. Это он там будет перед господом как-то отвечать, почему он забыл хотя бы, ну, ну, пускай он уехал куда-то далеко, хотя бы, ну, хотя бы поминай, молись за своего крестника иногда. У меня у самого крестника, там, три крестника на Украине, я не могу за них, их видеть реально. Ну, хотя бы молюсь за них на литургии. Вот. Но, ситуация какая, если, например, мой крестник все-таки отошел от вас, вы нашли человека, который мог бы быть вместо него крестным, да? Да? Вот. Ну, пусть он реально участвует в жизни этого ребенка. По принципу, не та мать родила, кто воспитала. А люди мне говорят, ну, надо какое-то посвящение, перекрещивай, конечно, мы не перекрещиваем. Но один из вариантов могу вам предложить. Пусть этот самый крестный, за который вы хотите взять всех крестным, да, подойдет к батюшке под благословение своим новым крестником, да? Вот, ко мне подходят. А ему я дам инструкции соответствующие, чтобы он сам помолился, подготовился к причастию, к исповеди. И вместе со своим крестником рассказал ему, что это такое. Вот. Привел его на исповедь, сам сходил на исповедь. Вместе причастились в один день. Пусть это будет такой, как бы, видимый один из вариантов, один из вариантов, такой миссионерский вариант, обряды посвящения в крестные. Вот. Молития специально, конечно, такой, как бы, нет, не существует. Но батюшка может благословить и сказать, вот, ты заботься о твоем там, вот, крестнике, теперь это твой крестник, пусть он будет с тобой рядом, и ты будешь помогать ему духовно возрастать. Один из слов, крестный должен быть, прежде всего, сам, критерий главный, по которому мы выбираем кресток, должен быть примером для подражания своему крестнику. Понятно, да? Формулировка. Вот, в таком плане. Крестные родители, кто они? Ну, как кто они? Это те, кто рождает человека в мир духовный. Вот и все. Ребентор. Да, нет, это я тут увидел, что можно написать комментарий, не закрепить его, и он, получается, как тему. А, точно, замечательно, интересно слушать. Так, что касается поженились, вот, вот этот вопрос, это серьезная тема. Так, в архиве записи, мы крещеньем, так, я сейчас немножко вернусь. Так, 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 у меня появили ребенка, его просили, встретили вы в отношении крестное, он сказал, нет, а в итоге они поженились. Что в таком случае обычно делают? Да ничего, ничего не делают, мы не в праве. Если семья по факту состоялась, и в них все хорошо, вы не в праве, скажите, вы должны разойтись, потому что вы там, как бы, ну, поженились можно не по незнанию, или там, ну, так вот, так получилось, сложилось так. Вот, конечно, конечно, это дело не привезло, хотя еще раз говорю, это чисто русская традиция. Как ни крути, но в каноническом праве, когда мы в академии проходили, в принципе, жестких оснований для этого запрета нет. Поэтому это русская традиция, но если так сложилось уже у людей исторически, не надо в этот вопрос вмешиваться. Как у нас некоторые молодостарцы пытаются вмешиваться, там, как-то комментировать, там, запрещать какие-то отношения, разводить людей. Это, конечно, по принципу, что Бог сочетал, все это не разлучает. Какой-то факт, по факту семья есть и состоялась, то тогда это уже факт, не более чем такое знамение со стороны тайн промысла Божьих, которые нам до конца тут тоже здесь не понять. Поэтому думаю, сильно прямо вот об этом поводу что-то делать. Может быть, это, пусть в лучшем случае, это будет тема для исповеди этих людей, которые, может быть, не знали об этом. Но, по крайней мере, жизнь, дети уже родились там, наверное. В данном случае мы не имеем права вмешиваться в их семьях отношения. Но это, как бы, мое частное богословское мнение. Как ты очень это скажешь? Ну, да, если уже семья состоялась, наверное, не без промысла Божия она зародилась. Тем более, если там есть взаимопонимание, любовь и, по сути, семья, что это там? Почему церковь гражданский брак уважает? Не вот это блудное сожительство, а по сути, во время, скажем так, а такое уже, как минимум, законное. То есть это уже, скажем так, ячейка общества. А если это венчанный брак, это уже малая церковь. Вот, поэтому, если уже так Господь управил, ну, слава тебе Господи. Другое дело, что, может быть, они может праведнее в некоторых и венчанных Богов. Ну, в каком плане? В том плане, что Господь их через вот это таинство ребенка привел в храм. Плюс и повод для смирения есть собственное, понимаете? Да, 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 да. Я знаю, что некоторые батюшки, например, вот я знаю, сам сталкивался с такими людьми. Есть, например, у нас какие-то там предненные канонические там такие правила, да? А некоторые батюшки по благословению архиерея, сам он принял решение, их призвал и рукоположил, не служит. Так вот, они по своей сути более старательны, потому что знают свое ограничение, знают, это повод для их собственного смирения. А другие, наоборот, этим кичатся, сами толком ничего, может быть, не делают, может быть, полезного, не выкладываются полностью в своем служении. Но при этом постоянно обговорят, что я вообще-то правильный, а вы как бы тут неправильные. Вот это тоже такая проблема есть. Это повод для смирения, тоже самое крестом. Есть, какие вы, и вот с супругом, и повод для другого истолкования своей совместной жизни. Так, значит, что касается вот этого вот, прийти в храм, свидетельство, и попросить свидетельство о крещении. Я думаю, с этим у нас вопросов как бы нет. У нас архивов никаких нет по этому поводу. Советская Лава все разрушила в свое время и так далее. Есть одна оговорка просто. Бывают люди, которые не знают, крещены они или нет были в детстве. Вот, их как бы сомнения есть. Они приходят, мы их не перекрещиваем. Это семинария мы проходили. Человек приходит, но я с оговоркой, например, а еще не крещен, крещается, совершаю все то же самое, но там уже, это как в случае страха ради смерти, раз мы сегодня крещение заговорили. Вот, когда, например, допустим, вот ребенок родился, недоношенный, вот-вот умереть может, да. Мама, естественно, может его там даже палец намочил, свиной там сделать, сказать формулу, покрестить. Но этот случай считается только страхом ради смерти, когда такой случай, не дай бог, наступает. Если же ребенок выжил, все нормально, его крестят по полному чину. Вот в таком плане. Да, 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 согласен. Там еще у нас вопросы были. Сейчас немножко пролистаю. А храм где крестили, его снесли, но построили новый, но в другом месте. По сути, храмом крестится, вообще для чего человек крестится, надо обозначить. Сам Господь, кто не крестится, водой и духом не в ниде Царства Небеса. То есть это одна из возможностей войти в Царство Небесное, скажем так. Второй момент, когда Господь возносится на небеса, Он говорит, идите и научите все народы. А народы, это сразу тот ответ тем, кто говорит, может быть, пусть вырастет, и тогда крестится. А тут уже Господь говорит, народы. А народы, это от младенца и до старика. И все народы, вся языца. То есть языцы, это все национальности. Крестья их и уча во имя Царства Севастопадок. То есть поэтому у нас, и опять-таки еще один сразу вопрос отвечу, почему сейчас эти огласительные беседы происходят. Потому что сначала надо учить, объяснить, куда вы идете и зачем вы идете. И что такое крещение. То есть крещение это на основании Господи. Мы совершаем они для галочки. То есть духовное такое растение, если можно. Валентина, 6500 спрашивает. Немного не поняла, почему не та мать, которая родила, которая воспитала. Вот именно в том контексте, когда мать забыла о своих материнских обязанностях, что называется, оставила ребенка в детдоме, а потом другая его взяла и вырастила, воспитала. Она является матерью, больше черта мать, которая является биологической матерью. Понятно здесь. То же самое и с крестными. Крестные были при крещении, все, потом забыли дорогу своему крестнику. Но тот, кто взял на себя функцию крестного, в данном случае реально является его крестным, который участвует уже в жизни ребенка этого. Ну а с того крестного, который забыл об этом, Господь сам спросит. Вот в таком плане. Так что я думаю, здесь понятнее будет. Я просто привел как пример, как параллель такой. Вот такие дела в общем. Ну и еще там спрашивала Евелина, изменится ли жизнь ребенка или человека в совокупе, как можно сказать, если он пока крестится. Тут, конечно, когда человек крестится, духовно рождается, тут возникает вопрос, будет ли он жить так же, как жил до этого. Если он, допустим, крестится ради спасения своей души, чтобы жить более нравственной жизнью, жить больше по заповедям Божьим, да, детхозаветам, новозаветам, то есть заповедям блаженства, конечно, его жизнь изменится, безусловно. А если он крестился, ну я, допустим, пока взрослым говорю, да, если он крестился для галочки, ну вот жена хочет, да, там, или вот родители говорят... По принципу, на отстаньте. На отстаньте, да? Ничего, по сути, не изменится. Это то же самое, не знаю, что в сито сыпать, лить воды, и вода, она протекает. Сито есть, а воды-то уже нету. Вот. Относительно ребеночка, можно так же сказать, жизнь его будет меняться в том случае, если крестные родители будут исполнять свои прямые обязанности. То есть своим личным примером уча ребенка, как любить Бога, как любить родителей, как уважать старших, то есть в нравственном законе. И тогда жизнь его тоже будет... Единственное, что плюс будет в том отношении, что ребенок формально будет христианином, и мы можем за него молиться, потому что у него будет все-таки ангел. Все-таки имя будет, небесный покровитель, имя, которое он носит, в нем будет день ангела. И в данном случае человек будет не ущербным в каком-то плане, понимаете? То же самое к вопросу и о христианских именах. Пока я отвечаю, я могу не смотреть комментарии, ты просматривай другие. То же самое, что касается и нехристианских имен. Вот приходят, в общем, каким именем, покрестить каким-то непонятным, я открываю, в календаре такого имени нет. Понимаете? В принципе, да, мы крестим не во имя какое-то, не именем какие-то. Мы крестим во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Во имя Сына, той же в начальной Троице. Традиция давать имена христианские появилась позже. Вот. Тогда помните, когда, что остановил, тогда говорит, вот вода, что мешает мне креститься? Пожалуйста. Это можно делать. Но имена можно давать любые. А потом уже появились христиане, мученики, много имен было освящено именно кровью мучеников. И тогда стали давать имена в честь каких-то святых. Вот. И эта традиция пошла дальше. У человека появляется небесный покровитель святых, которого имя носят. Но если ребенка покрестить не христианским именем, он будет христианином, конечно. Хоть трактором покрестить его можно, как угодно. Как в советские времена давали, там был адлен, трактор, там как угодно. Можно покрестить. Но у ребенка тогда не будет ни святого имени, который он носит, ни дня именин его, то бишь дня ангела, которому он праздновает в этот день, день имени того святого, которого он наличен. Вот. И в данном случае некая ущербность будет в этом отношении. Поэтому мы стараемся все-таки придерживаться традиции крести христианскими именами в честь святых угодников, которые осетили свои имена. Поэтому здесь, смотрите, вот такой пример привожу вам. Князь Владимир, его звали Владимиром, но крестили его, уже тогда такая традиция была, с именем Василий царственный. Княгиня Ольга. Ольги имени такого не было, но крестили с именем Елены. Но поскольку она потом стала равноапостольной, соответственно, она свое имя и вписала в святцы. Поэтому, когда мне приходит какая-нибудь, или к отцу Константину, какая-нибудь мамаша и просит покрестить с именем Виолетта, такое имя в православии не существует. Ну, покрестим его давайте Вероника там, или Веренея, как угодно. Но у вашей дочки, поскольку я там тоже буду так называть, она в паспорте отписана, понятно. Ну, крестили с другими именем. Но у вашей дочки, как у книги Немальки, есть прекрасная возможность вписать это имя в святцы. Просто на сегодняшний день имя Виолетта святца, так что вакантно. Святой такой пока не существует. Вдруг ваша дочка потом знает равноапостольная просветительница своей улицы, своей станицы, там еще кого-то. Вот тогда мы имя и церковь пишут в святцы, она тогда ее осветит своим присутствием. Понятно, да? Это такой внутренний троллинг у нас в рякской. Вот. Чтобы было понятно. Тут-то подперекорей вопросов. Давай сейчас я кратко отвечу на один и на другой более шире отвечу. А ювелинга, то есть если к этому надо прийти самому, как сказать, по душе. Мы берем тут по душе может взрослый человек, который еще не окрещеный прийти. Вот. А ребенка мы крестим вот этот ключевой момент по вере крестных родителей. То есть ребенок неосознно делает выбор, а по вере крестных родителей. Поэтому тут родные кровные родители выбирают достойных родителей крестных для своего ребенка, и по их вере мы уже крестим. А взрослый человек уже осознанно приходит к этому, делая свой выбор. Вот. И второй момент. Если человек другой веры, армянин, тебе не запрещает остаться в православии. Вот здесь вот я Чоус, Ан Чоус написал, и честно говоря, я аж перекусил. Вот. Вот здесь я не совсем понял. Если другой человек веры, ну, к примеру, армянин, он не греко-католики. Он хочет стать православным, мы его за новое крестим, и через чин присоединения его приводим, потому что... Даже не греко-католики, они ближе нам к греко-католики, они монофизиты. Монофизиты это самая близкая к нам традиция. По сути дела, разногласий практически богословских минимум с теми же католиками. Вот у кого есть дело? Да, да, да. Если это мусульмане, то его заново, как бы, не заново, а в первый раз крестим, потому что не заново, он не крещеный. То есть есть какие-то или череприс присоединения, или же полное как никогда не крещенного крестим полным чином, да, вот, а вот она поясняет, это продолжение вопроса грех ли выходить за мысль за человека другой веры. Понимаете, это частый вопрос вообще, батюшка, если позволите, я отвечу, а потом ты дополнишь. Ну, да, вообще-то это частый вопрос. Можно, несколький очень вопрос, батюшка, я очень старе пытаюсь избегать этот вопрос, поэтому лучше я добавлю. Вообще острый вопрос. Надо тут немножко с какой категории подходить. Ну, как пример, да, если это вопрос в любое, эта проблема все равно возникнет рано или поздно в семье. Интерес религиозных конфликтов, он столкнется, хотим мы того или нет, он столкнется. Допустим, муж, ну, к примеру, мусульманин, она православная, он рано или поздно, его близкие родственники будут говорить, вот, мы же мусульманин, что ты свою жену не можешь воспитать, она должна бояться мужа, да, и тому подобное. Он начинает на нее сжать, она, допустим, там, тверда в своей вере, начинается конфликт, не дай боже, рукоприкласс начнется, но и какой итог будет? Итог, это будет развод в лучшем случае. Но вот если идентично перевести, да, у православной она мусульманка, может быть, он более терпимо будет относиться, но в любом случае рано или поздно возникнет вопрос, а почему так, почему ты не мои веры, или один или другой за это. То есть, в любом случае, возник, дальше появится ребенок. Ребенка кого, обрезать его или вкрестить его? То есть, поэтому вот в избежание как минимум таких моментов лучше уже брать поверье, потому что мы же не только из симпатии физической смотрим, мы смотрим человека, рассматриваем, как и биологически здорового человека, мы хотим здоровое потомство, но и надо... И психологическое рассматриваем, и в том числе потому что сегодня у нас есть единопонимание, дайте нам мысли, а завтра разборка за разборкой, у нас нет единопонимания, а что сохранять семью тогда? Единоверие. Если, допустим, еще ребеночка нет, а если есть ребеночек, то и ради ребенка можем сохранить семью, в том числе и поскольку Господи нужно претерпеть, сохранить семью и тому подобное, понимаете? В разно иновидческой семье уже разные будут конфликты и один или другой будет все равно тянуть на себя. То есть есть уже заведомо какой-то момент, когда возникнет проблема. Ну, нужна ли эта проблема, понимаете? это другой вопрос. Конечно, каждому самому решать. Как говорят, иногда сердце не прикрашешь. Тут можно вспомнить еще апостола Петра Павла. Он пишет, по-моему, Павел, батюшка, поправившийся ребенок, верующая жена освещает неверующего мужа. У Павла есть это рассказывать. Ну, у тебя Павел любит Павел. Вот, понимаете? То есть возможно один видя искренность веры православной. Православие-то намного раньше появилось, чем всякие другие веры. Допустим, ислам, он в 7 веке появляется, там, протестантство, он вообще вот в 19 век появляется. То есть если брать человек на самом деле верующим православным, это кладец. С таким человеком приятно всегда общаться, и ты чему-то даже у него поучишься. Я иногда когда встречаюсь вот может быть из батюшки на хусты интерес, так будет необычно слышать, но это факт. Когда ты встречаешься с настоящим православным человеком, тебе вот по крайней мере мне чаще хочется послушать, чем что-то рассказать. Да, у меня такого подъезда однажды приехал я в Абинск, там, сторож, что-то сторож, который после книжки читает, он антропологию изучает, Максима Споведника. Я честно говорю, как от корки до корки я его не читал. Это вас всегда неправильно учат, вы голубым по Европам везде проходите. Правильно, абсолютно согласен. И он мне такие вещи рассказывает, которые я даже не замечал, такие нюансы, тонкости по антропологии, что душа и тело разделяются эти понятия еще на три понятия каждой. У него там есть свои вопросы, и он причем доказывает как с философской точки зрения, аксиому берет, и вы знаете, примерами. Просто он помимо этого, я служу и его прозреваю. Сторож в храме, а насколько интересный человек, я к нему теперь с ним проведу одноклассникам вместе. И вот я рядом всем чувствую себя творожником вообще. Человек просто реально много его тоже знает, и он не реально православный и действительно совсем по-другому воспринимаешь реальность рядом с таким человеком. Говорит, вам надо , как с вами прописки, надо сто разом побыть при храме, почитать книжки спокойно. Вот это говорит, ты действительно на свои все чувства успокоится. И ты, ты не будешь так тараторить, а будешь получше говорить, поспокойнее. Вот это меня немножко научил Богом. Вот такие дела. Ну, друзья, давайте мы будем завершать эфир. Наш круглый эфир стал интересным такой круглой стихоти. Слушай, больше десяти человек было в эфире сегодня, сейчас вот с кем смотрю, семь человек в эфире. Я еще хочу попросить с Казадин, меня только буквально вот только что, моя одна хорошая знакомая вот со Славянска, вот, она спрашивала меня по поводу справки, просили у нее там крестной хочет стать, то все, я как-то думаю встречу с ней, как-то там поговорю, проведу сам агрессивную беседу. По сути дела, мы уже агрессивную беседу сегодня провели. Поэтому, если можно вот этот эфиром сохраниться, ты, не знаю, ты сможешь там запиши и на YouTube скинь на канал, чтобы было как бы пробный эфир наш первый, который был в нормальном звуке. Мы не в форме сейчас, мы не готовились, вот, но, соответственно, лучше всего спонтанно все получается, как говорится, с двух-то барахта там все идет нормально. Поэтому, я просто ей потом скину ссылку на этот эфир и говорю, вот, послушаем, мы тут с батикой вдвоем в этом футу написать и будет полезно. Да, наш технический эфир, который мы пытались просто как настроить, как-то нулевой, скажем, нулевой. Да, да, получился вот такой уже проповедью. Так что батюшка он во всех, во всех ситуациях и в штатском и не в штатском все равно батюшка. Да, он всегда работает. Спасибо, господи, дорогие братья и сестры, что сначала помогли нам настроиться в плане технического, а потом мы даже поучаствовали в общении с нами. А мы с вами благодарим вас. Хотел бы вообще это был проект не батюшка лав, он будет в лаве потом, вот, но пока это тот, кто в нашей сцене слышал. Да, заходите на наш проект, пока он более обширный и качественный на одноклассниках, но он сейчас везде уже есть, батюшка лав, батюшка любовь. Ну, в ближайшее время вот такие трансляции, они чаще и чаще начнутся. Мы говорим о христианской любви, там есть ссылки, поэтому, пожалуйста, имейте в виду и не забывайте, что батюшки каждый имеет свою собственную индивидуальность. Поэтому, пожалуйста, участвуйте в проекте, но подписывайтесь на каналы наши в отдельности, например, на канал отца Эль Константина. С вами был отец Константин Мальцев, руководитель проекта. И отец Сергей Кривашев, храни Господь вас, дорогие друзья. Пока, манга, храни тебя. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok